Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный Дворик и с вами я, Елена Бородина. Ну, сначала, как всегда, я покажу нашу погодку. Погодка у нас замечательная. Ночью у нас больше 30 градусов. Ну, а днём, сейчас 12 часов, у нас 22 градуса. Холодно, очень холодно. Поэтому я с утра пораньше сразу бегу к роликам. А сегодня что-то я не очень сразу прибежала к роликам. Взяла сейчас с горячей водой канистру и иду проверять их поилки. Такой мороз, у нас уже и поилки начинают примерзать. Видите, я всегда показывала вам канистры. Вот, это у нас утеплитель, и он весь покрывается вот таким ими. Это из-за того, что очень-очень холодно. Мы убрали канистры, чтобы они уже, вода в канистрах начинает замерзать. Мы оставили просто поилки. Вот, видите, это поилочка. Сюда я просто добавлю сейчас тепленькую воду. Хоть она и не замерзает, но у некоторых и поилки замерзают. У нас уже эти поилки. Сейчас вот добавим и пойдём дальше. У нас эти поилки третью зиму. Ой, насрал он в поилку. Ладно, вечером заберу, помою. И уже провод... Сейчас я закрою ему. Вот это вот всё потом очищу. Уже провод, видно, не оселяет у нас третью зиму. Надо менять нагревательный провод, который у нас там в поилках. Вот я вам показываю Назарчика нашего. Да мой хороший Назар. Но сегодня у нас тема не Назар. Я иду сейчас проверять поилки, девчонкам давать сено. И у нас разговор про сено. Почему я не люблю сено? Сейчас вам подробно всё расскажу. Идёмте к девочкам. Так, ну что, мы подошли к клетке. Это наша Белка. Ой, извините, Бонька. Вот. Она у нас любительница не только иголочки поесть от сосны, но и палочки все разгрызает. Ну что, у тебя как застрял? Ну ладно, давай туда провалим. И вот разговор о сене. Ну, кто знает, кто на моём канале. Я кормлю крольчат и крольчих вот таким кормом. Это полнорационный корм с сеной и мукой. И никогда сеном не кормила. Но сейчас они у меня на диете. Боюсь, что они поправятся. Может, кто-то и поправился. Но это нет, это не поправилось. Она нормальная. Она втаж рожала. Только вот месяц второй отдыхает. Ну как второй? Второй она, наверное, беременная. Я так думаю. Потому что это была первая случка у нашего Назара с этой девочкой. Ну как-то у них вяло получилось. Вы же знаете, что белые великаны, кто держит белых великанов. После случки кроль стучит лапами. Прям как барабанную дробь отбивает. Но вот при случке с ней у него никакой барабанной дроби не было. И случка была один раз всего. Ну, что-то мне подсказывает, может и будет рожать. Ну, не знаю. Посмотрим. Сегодня я ей буду ставить маточник. Вернее, гнездо в маточник. И через пять дней у него 25-го у неё срок родов. Вот посмотрим, что будет. Так, ну это я вам ещё потом расскажу. А сейчас рассказываю про сено. Начала кормить девочек уже третью неделю сеном. То есть я днём даю сено, на вечер насыпаю им комбикорм. Чтобы они у меня... Кто поправился, чтобы похудели. А кто не поправился, чтобы они у меня не поправились. О, каламбур какой. Ну, в общем, на диете я их держу. Ну, и что вы думаете? Начала кормить сеном. И вот эта красавица. Прихожу, а у неё в ушах болячки. У неё сразу, буквально через неделю, появился ушной клещ. Вот, смотрите, у неё ушко ещё заживает. И пришлось мне лечить. Сейчас уж я вам покажу. Раз разговор зашёл об ушном клеще. Есть вот такое средство. Вот. Ивермек называется. И вот такое средство. Акармектин. Вот, сразу вам скажу. У кого есть выбор, вот эту дрянь, извините меня, лучше не берите. Хотя, действующее вещество здесь и там, и вимиректин. Но вот это, вот это мёртвым припарком. Нифига оно не помогает. Просто вот этот у меня кончился. Вот видите, пустой флакончик. Здесь ещё в составе есть лидокаин и пантенол. Вы знаете, после этого средства они сразу перестают чесаться, не расчёсывают ушки. И вы знаете, оно помогает. Его надо где-то через 7 дней повторить 2 раза, и всё хорошо. Вот это средство повторяется через 10 дней. Я его повторила через 10 дней ей. Вроде всё было нормально, но через неделю, через неделю опять у неё клещ. Опять пришлось капать. Но вот надо выбраться срочно. Вед-аптеку. И купить, конечно, и вермек-спрей. Очень хорошее вот это средство. Помогает прям здорово. Вот. А ещё есть и вермек-пластиковых таких сереньких продаётся. Так вот. Сначала я у этой увидела этого клеща. Бедная она даже кровью тут запачкала у меня, трясла ушами всю клетку. И потом у её соседки. И у её соседки тоже появился клещ. Вот у этой крольчихи. Тоже я ей прыскала. Вот ей надо повторно прыснуть. Сегодня я этим займусь. Прысну ей повторно. Тоже расчёсывает все уши. Ой, сейчас если получится, я вам попробую показать. Прямо её болячки. Ну, тихо, 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 тихо. Тихо, моя хорошая. Тихо. Ой, да уши прям боятся. Не дают они дотрагиться. Ну, ладно, не буду я тебя бесить. Все вы знаете, как они расчёсывают. И вот так вот трясут ушами. Вот как начали они трясти ушами. Это первый признак. Вот, вот. Что у крольчихи? У крольчихи... Ушной клещ. Вот. Чуть покормила сено и завелись ушные клещи. Ну, вот о каком кормлении сено может идти речь. Не кормила и никогда не буду. Да, красавица? Тебе сегодня на экзекуцию. Или уж ладно, завтра съеду за вермеком. В общем, после первого прыска у неё получилось ничего не прошло. Вот вам и средство. Ну, что, я сейчас буду проверять поилки. А вам я рассказала свою проблему и чем я её лечу. А вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Почему я так быстро-быстро снимаю? Потому что холодно. Ну, честно, я прям замёрзла. Сейчас быстро посмотрю поилки, разнесу им сено. И бегом домой. А вам я желаю здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Пока-пока.